Экономика Украины будет расти более быстрыми темпами, чем прогнозировалась. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка. Так, в следующем году объем роста ВВП увеличен до 3,5%. Ранее он прогнозировался на уровне 3%. В 2019-м украинская экономика вырастет на 4% вместо 3%. При этом на текущий год рост ВВП Украины оставлен на прежнем уровне в 2%. Среди причин пересмотра объемов роста называется стабилизация ситуации на мировых сырьевых рынках. Ирландский лоукостер Ryanair может начать выполнять рейсы из других городов, кроме ранее анонсированных Киева и Львова. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам, сейчас с перевозчиком идут переговоры. В случае их успеха лоукостер сможет начать выполнять рейсы из других городов уже в будущем году. Правда, о каких именно городах идет речь, Владимир Амелян не уточнил. Напомним, что полеты из Львова и Киева Ryanair начнет выполнять в октябре. Центр Парижа превратился в воздушную трассу для беспилотников. Столица Франции приняла первый этап чемпионской лиги дронов. Для проведения гонок перекрыли более километра улицы Елисейские поля. На турнир съехались 36 самых опытных пилотов из разных стран мира. Состязаясь в мастерстве, они проводят дроны через различные препятствия. При этом часть трассы пролегает по 600-метровому тоннелю под триумфальной аркой. Победил в состязании Никлас Золи из немецкой команды. «Я очень рад. Это просто потрясающее событие. И людей так много. Мы не ожидали победы, но добились ее. Поэтому мы сейчас очень счастливы». По данным организаторов, гонки дронов посетили примерно 200 тысяч зрителей. Во время соревнований действовали повышенные меры безопасности. Следующий этап чемпионата пройдет в Австрии 12-13 августа. Потом соревнования будут проходить каждый месяц. Финальные гонки запланированы на начало декабря. Примет их столица Германии. Зеленый кетчуп Хайнс, обезжиренные чипсы Принглс, замороженная лазанья Колгит и переводчик собачьего лая. Разумеется, все эти изобретения оказались провальными. Их собрали в шведском городе Хельсенборг в музее неудач. Около 60 экспонатов скопил 43-летний психолог Samuel West. Многие из них показывают, что крупные компании не раз пытались разнообразить свой ассортимент. Например, на рынок выводили кофейный напиток от Кока-Кола под названием Black и кристально-прозрачный лимонад от Pepsi. А знаменитый американский производитель мотоциклов Харли Дэвидсон в 90-х годах рискнул запустить линию мужской туалетной воды. «Они выпустили эту воду, но поклонникам она не понравилась. Они сказали, что компания превращается в подобие Диснея. В то время выпускали рождественские украшения, кукол Барби и другую продукцию под логотипом Харли Дэвидсон. А это удешевляло бренд. Основным поклонникам фирмы это не нравилось». А вот и очки Google Glass со встроенной камерой. «Проблема была в том, что Google выпустила их слишком рано. Это был всё ещё прототип. Проявлялось много ошибок, и по сути им не было применения. Кроме того, использование Google Glass затрагивало вопросы защиты личного пространства. Например, их запретили в кафе Сан-Франциско». Уэст говорит, что некоторые американские компании уже забронировали групповые экскурсии в музей. Наверное, в надежде научиться на ошибках прошлого. «Это изобретение известных брендов, которые оказались неудачными. То есть компании пробовали что-то новое, но потерпели поражение. И это нас должно вдохновлять. Ведь когда мы чему-то учимся или пробуем что-то новое, то ошибаться это нормально». И подтверждением тому служит вот этот персональный цифровой органайзер от Apple 1993 года выпуска. Популярным он не стал, зато положил начало созданию айфонов и айпедов. Выставка открыта до начала сентября. Вход стоит около 11 долларов США.